Электрокар своими руками. Менчанин собрал в гараже современный автомобиль. На разработку инновационного проекта ушло два года. А сейчас изобретатель думает, как усовершенствовать машину. Ведь именно за такими разработками уже не только будущее, а настоящий, уверен автомеханик. Изобретение протестировала и Ольга Коршун. Это первый и пока единственный электромобиль в Беларуси, собранный своими руками. Компактный и маневренный. Без подзарядки он может преодолеть больше сотни километров. А восполнить недостаток энергии можно практически от любой розетки. Обычная вилка на 220 вольт. Заряжается. А где обычно заряжаете? Дома? На гараже на работе. Белорусский Никола Тесла создал прототип электрокара примерно за два года. Говорит, сразу в его идеи не верил никто. А сейчас от желающих протестировать чудо техники просто нет отбоя. Внешне электрокар ничем не отличается от обычной машины, разве что нет выхлопной трубы. Но самое важное скрыто внутри. Эта машина очень тихо едет и достаточно быстро разгоняется. Ну что, протестируем. Чтобы собрать электрокар в домашних условиях, Сергей купил недорогую иномарку и полностью поменял начинку. От батареи до двигателя все собирал сам. А когда испытывал дефицит деталей, буквально переосмысливал действительность. Спидометр велосипеда показывает скорость электрокара. Нашло свое место и зарядное устройство для ноутбука. У меня же бортового напряжения аккумулятора нету, 12 вольт, как обычный стартерный. У меня использованы обычные блоки питания. И я считаю, что их достаточно. И нет необходимости еще дополнительного веса в виде аккумулятора. Изобретатель подчеркивает, он только на пути к совершенству. Да и главное для Сергея не внешний вид авто, а его практичность. К примеру, здесь два багажника. После доработки появится и рекуперация. Но уже сейчас автомобиль полностью оправдал ожидания мастера. Машину с ДВС вы всегда будете заправлять, ее всегда будете ремонтировать. То есть, самой экономии вы не увидите никогда. В электрокаре можно просто ездить на работу с работой. И при этом через сколько-то лет можно, грубо говоря, отбить его в ноль. Этот автомобиль стал для Сергея не просто хобби, а настоящим двигателем прогресса, по крайней мере образовательного. Чтобы усовершенствовать свое изобретение, он освоил новую профессию. Стал автослесарем пятого разряда. Сейчас учится на автоэлектрика. Ольга Коршун, Анастасия Дегтярь, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.